Тут всякие маленькие стихи. Серый волк седой валютчик, губы вытянул в ухмылке, Он овывает ёлок войска восковое, И отражается луна в его глазах сидящих на затылке, Раз попутчик, два попутчик, две стеклянные бутылки Летят над лесом в глубине окна, Летит в окне беззвучная луна, И пополам её делят теорема Гёделя, И совсем уж вдалеке два инопланетных зонда Летят, касаясь горизонта. Нет, не народный я трибун, И даже не антинародный, И даже вовсе не трибун. Порой, конечно, тянет на какую-никакую трибуну Выкрикнуть. Позор! Ну да, позор. Позор, конечно. Позор! Кто же этого не знает? Ну, позор. Ну, не смешите. Всё хорошо. Главное. Сахар, соль, мыло, спички. Всё хорошо. Значит так. Спички, мыло, соль, сахар. Всё хорошо. Бумага стерпит. Вот. А вот смешное стихотворение. Сельвослов, как сказал бы поэт Эмиорек, Сельвослов срифмовал бы другой Эмиорек. Просто так. Не имея, конечно, в виду убиение бедных животных Из винтовок, охотничьих ружей, Не говоря уже о каком-нибудь пистолете. Что за глупые игры у этих, Оснащённых второй сигнальной системой. Какими смешными забавами тешатся Их набитые словами головы. Почему они не придают этим своим словам Ни малейшего значения? А вот просто на букву З. Называется З. Вот прародительница, вот прародитель, Вот змеизобатый, зловонный, Динозавр-зоблазнитель, Его узкий зрак, Его зверский зев, Его грозный хвост заострённый, Зазубренный, изгоняющий, Презревших запрет Израя, Израилева. Посмел отказаться или отказался посметь, Большая разница, Совершенно разные люди, Хотя персонаж, возможно, один и тот же. Ну вот, спасибо.